Добрый день, я Савинов Александр, главный редактор культуры бизнес-журнала, а это мой видеоблог на телетрубу.ру. Наступает зима, земля покрывается снегом, а зима и культура на полях тоже накрылись, в хорошем смысле слова, снегом. Есть повод поговорить про дела в сельском хозяйстве, конкретно в растеневостве. Тем более этот повод появился после того, как недавно в нашем правительстве по этому вопросу состоялась заседание специально. Министр господин Красный доложил о состоянии дел, а губернатор обозначил задачи на ближайшее время. Состояние дела нормально характеризовано. Я хотел просто немножко поговорить о тех задачах, которые озвучены в адрес наших крестьян. Задача первая, в принципе, выполнимая, тем не менее. Сахарная сверла. Если кто помнит, в России первые два сахарных завода появились на территории Турской губернии, а в 2007 году у нас были уничтожены все сахарные заводы полностью. Вот наш новый губернатор теперешний пришел, нашел инвестора и товарковский сахарный завод восстановили, а вернее просто по новому построили. Все было хорошо до тех пор, пока сейчас не выяснилось, что выходит он на проектную мощность, а свеклы у нас в результате всех катаклизмов не хватает. То есть когда-то у нас свеклы были посевы 20 тысяч гектаров, потом 10 тысяч гектаров, 4 года назад было 7 тысяч гектаров, а потом случилась интересная история. Губернатор Дудка, при котором закрылся товарковский, сказал, тем не менее я сахар пристрою в соседней области. Ребята посели 7,5 тысяч гектаров, из них пристроить удалось 2 тысячи, остальные 5 тысяч пустили под смех. От одного до полутора миллиардов рублей они потеряли денег, крестьяне, естественно обиделись и снизили посевы. Сейчас они чуть более 3 тысяч. Это мало. Министр сказал, что в следующем году будет нормально. Нормально это 7 тысяч. Но именно этот год крестьян за всех сил призывали 7 тысяч посев. Не посеяли. Я не уверен, что это удастся, но тем не менее, дай бог. Другая задача более интересная и более фантастическая. Губернатор сказал, что в 2016 году мы должны собрать 2,2 миллиона тонн зерна. Во-первых, мы таких объемов не собирали никогда. За все время существования земли Тульской. Хоть тысячу лет назад, хоть сейчас. Максим был присолизм пару раз около 1,9 миллиона тонн. Но тогда у нас посевы занимали более 700 тысяч гектар. Сейчас 480 тысяч. А чтобы эту задачу решить, нам требуется в ближайшие 2,5 года, которые остались, освоить, втянуть в оборот 200 тысяч гектар. И повысить урожайность в среднюю с 30 до 45 центнеров с гектара. Это практически невыполнимо. Поясню почему. Земля, которая была брошена 20 лет назад, она сейчас заросла лесами, на кустарнике. Ее уже просто так не распашешь и все в оборот не возьмешь. Ее прежде нужно корчевать, потом обрабатывать химическими веществами, потом удобрениями. И только потом, на третий год, ну мы не успеваем просто. Эта задача, кстати, по подъему земель была обозначена 23 года назад. Первый год подняли 12 тысяч гектаров, второй раз 27 тысяч. Молодцы. Ну, чтобы сразу 200, ну как-то не верится. И второе, с 30 до 45 центнеров с гектара. Не все знают, что вот у нас более 400 хозяйств. Из них нормально, отлично, то зерно работает в 15%. И они дают больше половины зерна. У них урожайность 40, 50, 60, но на уровне лучших российских. И еще примерно 10-15% они умирали. Их вряд ли спасут. Остальные, почти половина хозяйств, вернее даже больше половины, на которые приходится там третья часть собиранного зерна, Они, вот так, борются с трудностями. И дойдя до 30 центнеров с гектара, они достигли своего потолка. Вот если им сейчас резко не помогать, лучшее хозяйство просто не вытянуть столько. Тем не менее, обозначены фантастические цифры. Такое ощущение, что в 2016 году все забудут. Ну, если кто помнит, Василий Александрович нам тоже обозначал цифры. Я про структурую. Севрюгин обозначал цифры. Дудка обозначал фантастические цифры. Я не хочу просто их сейчас приводить. Вот в 2016 году кто-нибудь обязательно вспомнит про 2,2 миллиона тонн зерна. И, кстати, возникает вопрос, а куда мы его делим? На потребность области нужно 600 тысяч. Вот остальное мы куда продадим? Да кроме нас есть кому продавать. За рубеж нас не пустят с нашим качеством зерна. Комбикорм нам не нужен, у нас коровы кончились, население мало. Ну, упадут цены только и всего. То есть объем по финансам останется тот же самый. Ну и, наконец, самая главная цель, которая была поставлена, ради которой я хотел еще раз вернуться к этой теме. Значит, губернатор сказал, когда ему доложили, что у нас фермеры улучшают работу, и они действительно так молодцы, спасибо. И в ближайшие три года будет создана специальная, с помощью специальной программы, 150 новых фермерских хозяйств. В принципе, почему бы и нет, главное, людей найти, которые хотели бы и умели бы стать. После чего губернатор сказал фразу о том, что у нас главные усилия в области направлены по сельскому хозяйству на то, чтобы поддержать фермеру, что, собственно, и возродит наше сельское хозяйство. Вот тут хотелось немножко возразить, чуть-чуть. Потому что одни фермеры, мы не способны спасти. Мы это проходили в начале 90-х годов, когда младые реформаторы наши, тогда же ельцинские ребята, кинули клич самоубийственные, фермер накормит всю Россию. Ну, в результате развалили прежнюю систему, ничего замен не построили. Что было понятно, 20 лет назад у нас было 3,5 тысячи фермеров зарегистрировано. Сейчас осталось 1200. Реально работает, по данным АКОРД с фермерской ассоциацией, 500-600, которые не только себя кормят, но и продают что-то. Ну и что было понятно, на долю фермеров в области по мясу приходится 1,2%, по молоку 4,5% это их доля, по яйцу 0,1%, и только по зерну от 15 до 20%. Молодцы, спасибо, но это все они могут. Больше они вряд ли смогут и спасти сельское хозяйство наше, а оно действительно по некоторым направлениям загибается. По тому же молоку мы входим в число 10 худших регионов России, а по темпу сброса производства яйца вошли по темпу, на третье. Самое худшее в России сейчас схотились с 6 на 9 место, из 11, где производится лицо в ЦФО. Фермеры это не спасут. И по зерну они не спасут. То, что им дадут, если деньги, и повысится их техническая оснащенность, они до сих пор на Беларуси работают, на наших старых комбанах. Но дай бог, что-то прибавится, убавится и станет лучше. Но ставить задачи, однозначно невыполнимые, я не знаю. Я поговорил с некоторыми специалистами, селянами, у меня есть несколько знакомых. Они махнули рукой, я не хочу дословно говорить, и сказали, ну пусть говорят. Собственно, я к тому, чтобы иногда говорить и правду.